Культура возделывания винограда в Приморском крае стремительно набирает обороты. Садоводы все больше сажают это уникальное растение на своих участках. Это вселяет надежду, что наш приморский виноград начнет теснить на рынках аналогичную импортную продукцию. Так гостями легендарного радио ВИБИСИ стали председатель клуба виноградарей и виноделов Дмитрий Бондров и заведующая отделом обслуживания Приморской краевой публичной библиотеки имени Горького, где проходят встречи клуба Анастасия Стукалова. Я думаю, что количество винограда, которое произрастает в Приморье, скорее всего приближается к тысячам. Да нет! Дело в том, что 500 мы заявили, это те сорта винограда, которые мы реально видели своими глазами. Мы регулярно каждый год делаем экспедиции по территории Приморского и Хабаровского края, делаем описи сортов винограда, которые выращивают наши члены клуба. И, в общем-то, вот у нашей базы примерно 500 сортов винограда. Посадка винограда в Приморском крае имеет свои индивидуальные особенности, которые должен взять во внимание виноградарь, в противном случае достичь желаемого результата, вряд ли удастся. Мы относимся не просто к зоне рискованного земледения. У нас уникальный климат, которого нет больше нигде в нашей стране. У нас известны случаи, когда приезжали в крае на постоянное место жительства представители Юга России, из Крыма, из Кавказа, либо Узбекистан, Таджикистан. Они на родине себя десятилетиями выращивали виноград, садили его здесь, и он у них было получено пропадал. Дело в том, что того опыта, который они имели у себя, здесь, скажем так, не только недостаточно, он просто, скажем так, не работает тот опыт. Но есть ли перспективы у нашего региона стать винодельческим? Об этом ведущим Александре Смолиной и Александру Штрикулю рассказал Дмитрий Бондров. Значит, смотрите, берем соседей Китая. Огромная страна. Занимает первую местность в сегодняшний день по выращиванию винограда и по производству вина. Все вино производится в северном регионе Китая. Это вот соседние провинции Хэглзян, Леонин, то есть они вот здесь у них виноградники. А они от нас недалеко. Поэтому еще, если у нас потеплеет на один, там, либо два градуса, мы сможем выращивать сорта винограда, которые бы давать великолепное вино. Тем более вот вино из дикого амурского винограда, который у нас растет просто в тайге, вино из него, оно, как правило, во всех конкурсах занимает призовые места. То есть качество очень высокое. И когда мы подберем сорта для вина на территории Приморского края, мы сможем получать ничуть не хуже вино пока, чем знаменитый там французский сорта. Если есть цель или мечта, нужно стремиться к ее реализации, искать пути решения вопросов. Для этого и был создан клуб молодых виноградарей и виноделов, где профессионалы делятся своим опытом, а занятия для садоводов как раз и организовывает Анастасия Яковлевна Стукалова, которая также была гостем эфира радио Ви Би Си. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.